Здесь прям вот утка проседает. Такой даже периодически резкий удар происходит. Ты же гляди, там видишь стекле? Ну я вижу, вижу. Не дошла? Ну да, сейчас почти доходит до середины. Мне кажется здесь жестче земля, чем на тех полях. Она это, рисковали на прошлый год и что-то. А Михаил Борисович нормально себя чувствует, глядь. Ноги практически под крышу. Сейчас прям с холода в поле. Ты на работу? Да. Что будешь делать? Не знаю. Работа. Диван мять, да? А? Диван мять. Да нет, я тут в слесарке всё-таки. В слесарке? В слесарке? Смотри, у нас как тут всё строго. Афонь приучил, да? Ага. А он если бы это увидел бы, нахуй, он меня бы, наверно, убил бы, блях мух. За то, что я, блях, перебываюсь. Не, ну я всё продул вчера, а в спахах жарко. А что мне бесит, что дверь эта не фиксируется ни хера. Ладно, надо запустить его. Вчера всё обслужили. Мишки вчера задний бак не заправили. Горога справлял. Он им так боковой залил. Амады задний. Вот у нас утка экономичная. А хребо ни хрена не экономичный. У нас 100 утки заднего бака хватает. Ну, 90 литров порядка, наверное. Меня тут может что-то подъедает, но я лично туда ни разу не справлял ещё. Ну, я вас всех приветствую. 30 сентября. Утро. Едем работать. Один денёк, попашемся, два выходных. Сейчас мы будем работать. Ну, наши сменщики работали в последний раз на поле между двумя лесополосами. Между второй базой нашей и той лесополосой, где мы пожар тушили. В общем, то самое поле, которое горело в этот раз, когда мы колени разбирали. Поле, где у нас картошка, где огород. Она 70 гектар. Они там больше половины сделали уже. Будем допастить её. Сегодня у нас погода пасмурная. Обещанный небольшой дождь. Ну, на весь день. Я не знаю, как по погоде все повлияет. Пока туман. Пасмурный туман. Тихонечко. Сейчас доедем. Не люблю гонять с навесным орудием. Неважно, хоть трактор, хоть ХТЗ, хоть МТЗ. Блин, но на кочке орудие подпрыгивает. Очень большие удары. Можно что-нибудь да оторвать. С навесным всегда лучше аккуратно. С принципом тоже аккуратнее, но прямо вдвойне. Внимательнее и потише. Максим Сергеевич за мной перестроился. Я еду, снимаю, не вижу ни хера. Ну, при этом, приехали, вот картошка была. И чуть дальше вот прямо уже загонка начатая. А прямо чуть-чуть начатая. Вот мы сейчас замок убрали. Друзья, все мы прекрасно знаем, что уборка урожая это главный и ответственный этап в производстве сельхозпродукции. Но не менее важным является процесс послеуборочной подготовки продукции к хранению и продаже. И в этом главную роль играет выбор надежной и эффективной зерносушилки, такой как, например, АСМ Агро. АСМ Агро это зерносушилки конвейерного типа, которые сушат любые виды зернобобовых, мелкосемянных культур, а главное, отлично подходят для сушки подсолнечника, рапса и других масляничных культур, которые отличаются высокой пожароопасностью. При этом дополнительного оборудования конвейерной зерносушилки не требуется. Вы можете сами выбрать, на каком виде топлива будет работать зерносушилка. На дизельном топливе, газе или иных видах топлива. В последнем случае понадобится теплообменник, который предотвратит попадание продуктов сгорания на зерно и увеличит безопасность работы. Плюсом сушилок АСМ Агро является то, что предварительная очистка зерна не требуется. Она производится одновременно в процессе сушки. При пересыпании с верхнего ложа на нижнее пыль и мелкий мусор выдуваются. А для того, чтобы мусор и шелуха не разлетали по территории, можно установить специальную осадочную камеру. Сушить зерно максимально эффективно можно при температуре минус 20 градусов по Цельсию. А для работы при более низких температурах предусмотрена установка утеплителя, что сокращает теплопотери и экономит топливо. Многие процессы работы зерносушилки АСМ Агро автоматизированы. С помощью выносного пульта с сенсорным дисплеем можно регулировать скорость движения ложа, температуру горелок и мощность вентилятора. А датчики температуры позволяют отслеживать нагрев зерна в разных точках. В случае превышения заданной температуры зерносушилка отключится. Производительность зерносушилок АСМ Агро в зависимости от модели составляет от 11 до 58 тонн в час. При наибольшей производительности получается более 450 тонн за 1,8-часовой рабочий день. Территория поставок от Беларуси до Сахалина с гарантией на зерносушилку в 5 лет. Производство происходит в строго оговоренные сроки, а монтаж и пусконаладка бесплатно и происходит в течение от 3 до 5 дней. Конвейерная зерносушилка АСМ Агро позволяет сохранить от повреждений до 99% зерна и полностью пожаробезопасно. Возгорания от заторов исключены. Более подробно узнать о зерносушилках вы можете на сайте АСМ Агро, а также на их YouTube-канале. По ссылочкам в описании под видео. Все, переключаемся. Третье. Автомат. О, 0,2 км в час. 0,2 км. Отличная скорость. А мы все 10-11 идем. Поначалу прям заехал, блин, думаю, что-то тяжко прям. Нагрузка такая, трактор дергает. Кружок взял, трактор прогрелся, вроде все нормально так. Ровно идет. И всяких дерганий и прочего. А вот граница, заканчивается стерня и горелое поле. И здесь борозда. Наверное, шириной метр, метр двадцать. Вчера ребята гадали, что это за борозда и что-то тащили. Все просто. Когда поле сгорелось, Максим Сергеевич на МТЗ-21 с металлфак погрузчиком. У него крюк был, ибо мы глянь разбирали. И он вот этой рамкой нижней греб землю и тушил. Более. Ну такая осталась борозда. Ну не сказать, что он предоставляет дискомфорт. Больше составляет вот этот участок дискомфорта. Поперек дорога, накатанная комбайнами. Здесь прям вот утка проседает. Такой даже периодически резкий удар происходит. Происходит торможение. Они здесь несколько, наверное, два... Да, наверное, несколько дня ездили поперек. Ставить комбайны на вторую базу. Достаточно сильно накатали. А в целом все нормально. Заднее стекло лучше не смотреть. Она грязная и красивая. Если все нормально будет в погоде, дождь не будет идти, то мы возьмем у Мишки порыскалку и помоем в обед. Ну, только их смотрят классно. Сгорелые, спаханные. Даже дизелевкой. И то смотрится круто. Ни соломки, ничего нету. Ха-ха-ха-ха Тол rebelна Продолжение следует... 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 я так и не научился свою жизнь по днём это вообще не моя тема вот я хер знает как вот не вот мы нифига это да есть что дальше я пораньше сыпать лягу вот просто я в 9 лягу вечера вот это нормально будет от дневной сон для меня какой-то промоточку убийству у меня башка дурная делает болит и болит какой-то напряжение в голове создается меня и за а михал борис норма себя чувствует глядь ноги практически под крышу глянь балдеж есть кого-то будут вопросы вентилятор это серёза повесил вот этот вот пропеллер я сейчас работа поеду скучно наверно смотря на вот здесь вот под низом самым вот генерно нолик вот она и про хочет как закрученник м плескнуть этом бутылочку купить сейчас такой льешься лечь и речку из бутылки сделать я вижу ну да сейчас почти доходит до середины все хорошие меня поменьше конечно но нормально подымать хватит одну гидравлику только навеску план чупать и обоссаться и поехать работать до было в в по в в в в Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Нет, а я молчу, нет, я жгу свечу, чтоб не спать Нет, а я молюсь, нет, а я клянусь не отступать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Ребята решили перекур сделать небольшой. А может быть большой, я не знаю. Время четвертый час дня. И они пошли по яблоке. Ну там куст облазит яблокеровых. Но у меня яблоко было, я уже его съел, мне больше не хочется. Ну вот в туалет хочется. Я бы сейчас сам остановился бы уже, наверное, если бы не остановился. Ну вы что, грибники? Не грибной? Не яблочный? Яблочный. 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 Олени поедут. Олени поедут. Олени? Да. Что-то мне кажется это. Мы делаем лемеха. И хватает на нашу смену. На чужую, а потом нашу опять мы делаем их. А там делать некому. Там больше денег не нужно. Уже должны притягиваться с вашей. Да? Да, выбор сгатал. Смотри нам тут сколько. Нам скоро откроются Зоринские просторы. Яйца, быки, Сазоновские всякие поля. Тридцать, еще тридцать. Потом куда? На быки или? Да, там восемь-семь рядом. Два быка. Я Ич. Где гировая была, мы все поля говорим. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok